Сегодня в нашем городе состоится интересное культурное событие. Квартира Иосифа Бродского в очередной раз откроет двери для посетителей. Будет экскурсия, будет спектакль. А у нас в студии автор проекта «Литература» Нарина Буковская. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, прежде всего о сегодняшнем мероприятии. Что состоится именно? Да, действительно, сегодня у нас пройдет замечательное мероприятие в квартире Иосифа Бродского. И я сразу же хочу поблагодарить фонд создания музея Иосифа Бродского за то, что предоставил нам возможность побывать самим и пригласить гостей, которые поддерживают наш проект, людей на эту площадку. Мероприятие будет не очень большое. Там будет 15 человек гостей, тех, кто поддерживает проект литературно. Мы их привезем на машинках. Это будет не автобус, это будут легковые машины, которые... Расписаны. Цитатами Бродского. Да, они распитаны будут цитатами Бродского. Их нам предоставляет проект «Поэзия авто». И будет моноспектакль? Сначала будет экскурсия. То есть мы соберем людей в квартире, в которой жил Бродский с детства, да, с родителями, вплоть до отъезда из Советского Союза. Потом арт-директор фонда создания музея Иосифа Бродского, Алексей Шагал, проведет экскурсию по квартире, покажет всю эту коммунальную квартиру, и коридорчик, и кухоньку. Заведет людей в те самые знаменитые полторы комнаты, да, где поэт жил с родителями. И в тех же полутора комнатах, в самой большой, пройдет спектакль по одному из произведений поэта, посвящается Ялте. То есть в квартире, где жил когда-то Иосиф Бродский, сегодня у нас пройдет спектакль петербургского режиссера Петра Шарышевского по стихотворению Бродского. Вообще, это, конечно, уникальный шанс посетить его квартиру, потому что все знают, что музей еще не открылся, и открывал свои двери только в момент рождения, 75 лет, когда исполнилось, когда была дата смерти, считанное количество разов. Но еще есть места, то есть еще петербуржцы могут присоединиться к этой экскурсии, или уже все занято? Еще несколько мест есть, так что я всех приглашаю, конечно. Ну вот все это проходит в рамках большого проекта «Литературно», который запущен, на который идет сбор средств на краудфандинговой платформе. Расскажите, пожалуйста, теперь об этом проекте. Да, действительно, несколько месяцев назад мы запустили краудфандинговый сбор, народный сбор средств на проект «Литературно». Вот я посмотрела, на сегодняшний день уже собрано порядка почти 50%. Дай бог, что сегодня наберется и побольше. Цель стоила 90 тысяч, расскажите, как эти средства будут распределяться, для чего, почему у них такая? Да, я сейчас расскажу о самой идее, идея очень простая. Мы хотим создать издание, которое, во-первых, будет освещать самые важные, самые интересные, такие околокнижные, да, литературные события России и мира. Но речь идет о современной, да, литературе? Современной, конечно, да, о том, что происходит сегодня. И, кроме того, будет включать в себя сервис афиши литературных мероприятий разных больших наших городов. То есть, во-первых, это будут новости, да, о книгах, о писателях, это будут какие-то книжные обзоры, чтобы читатели наши могли ориентироваться, как-то разбираться в том, что поступают на книжные полки магазинов. И интервью, конечно, и какая-то работа с читателями и прочее, прочее. Это, во-первых, все. У нас в городе действительно вот огромное количество проходит мероприятий, посвященных писателям, да, литературе. Проходят они в музеях, проходят они, ну, да, в музеях-квартирах писателей. И не только в нашем городе, и не только на этих площадках, конечно. Но информация, может быть, да, информация не всегда доходит для тех, кто хочет такие события посетить. Собственно, и ваш ресурс, да, для того, чтобы информация дошла. Да, на этой же площадке, что самое интересное, что самое для нас, наверное, сейчас привлекательное, мы хотим сформировать хорошую, удобную для пользователя афишу литературных событий на разные города, не только на Петербург. Чтобы наши читатели как бы не захлебнулись в таком количестве мероприятий, которые проводят и библиотеки, да, и, как вы сказали, музеи, и издательства, и книжный магазин, очень много, да, всяких организаторов. Чтобы читатель мог спокойно выбрать, что происходит в его городе, на какой-то интересную ему тему, на какой-то интересной площадке, с интересным автором, не знаю, отделить там платные от бесплатных, если нужно, посмотреть популярные и так далее. То есть хочется сделать такой удобный сервис для читателей. Для всех любителей книг. А кто из известных людей уже поддерживает проект? Кто из известных людей? Ну, нам немножко помогает. Во-первых, писатель Дмитрий Быков, он согласился подписать книжки для тех, кто поддерживает проект литературно, которые мы потом будем отсылать или раздавать участникам нашего проекта. Об этом же мы договорились и с Захаром Прилепиным. Огромное спасибо режиссеру Алексею Герману-младшему. Он разрешил нам провести экскурсию прямо на съемке фильма о Сергея Довлатове, и мы поведем туда людей. Тоже есть такая возможность. Фонд создания Иосифа Бродского, опять-таки. Ну, здорово. Мне кажется, неспроста известные писатели присоединяются, потому что проект обещает быть интересным и в первую очередь полезным. Спасибо. Надеюсь, что действительно красивая идея. Присоединяйтесь все к нам. Они же, кстати, писатели смогут там вести блог или дискуссию на страницах вашего портала, да? Очень хотелось бы, конечно. Очень хотелось бы, чтобы и авторы, и критики, и издатели могли спокойно высказываться, дискутировать, соглашаться друг с другом или не соглашаться, спорить, обсуждать какие-то актуальные вопросы. Кстати, да, ведь этот ресурс может стать для них тоже такой трибуной, своеобразной интернет-трибуной, и тем самым еще можно больше привлечь и читателей, да, этого ресурса. Вот именно это и хочется сделать. Совершенно верно, да. Ну и что самое главное, последнее, то, что литературную афишу может наполнять каждый, как я понял, да? Конечно, конечно. Мы вообще надеемся, что площадки, которые проводят литературные мероприятия, сами будут публиковать свои события, и после модерации информация о них будет появляться на сайте. Ну что ж, мы желаем вам удачи. Мне кажется, что этот проект будет успешным. Спасибо большое. Спасибо. Арина Буковская, автор проекта «Литературно» была в студии ЛА-78. Хорошего вам дня!